Во времена правления Екатерины II унтер-офицеру Кавалергардского полка был вручен 1-й Георгиевский крест. Это знак отличия военного ордена, присуждаемый за службу и храбрость. Официально 9 декабря стал Днём Героев Отечества в 2007 году. На митинг, посвященный памяти погибших воинов и чествованию Героев России, были приглашены представители администрации, сотрудники Технополиса Эра, молодежь Анапы, а также ветеранские организации. Надо чтить подвиги наших предков. Я хочу сказать, мы росли на подвиг Александра Невского, и в годы Великой Отечественной войны был учрежден орден Александра Невского. С помощью цветных шаров школьники и студенты составили символ Георгиевской ленты. Традиционный митинг совершился возложением цветов и минуты молчания. Сейчас молодежный военно-патриотический центр «Ратмир» готовит ряд мероприятий, посвященных памяти погибших во время проведения антитеррористической операции в Чеченской Республике. Различные круглые столы, мероприятия, где будет, ребятам, объяснена война в Чечне. Это война не с другим государством, это, в принципе, война в нашем государстве, внутренний локальный конфликт, что за ситуация. Завтра в сквере у Вечного огня состоится общегородской митинг. В анапских школах будут организованы классные часы. Мероприятия также пройдут на бульваре Евскина, а для молодежи в патриотических центрах будут работать круглые столы. Ирина Меркурьева, Ксения Сипкор, Аман Беркалиев, Анапа. Регион.